Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Болтком Онлайн, в студии работает Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов, Артём Липин с нами сегодня также с обзором социальных сетей и звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня мы говорим о трагедии, которая случилась в аэропорту Шереметьево. Самолёт «Сухой Суперджет» при заходе на посадку взорвался, погиб 41 человек. Сегодня мы будем говорить об этой трагедии, будем пытаться разобраться в том, что произошло вместе с экспертами, которые выйдут сегодня в наш эфир. Ну и вы, конечно, тоже звоните, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Для тех, кто звонит из-за рубежа, код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Да, я попытаюсь сейчас кратко восстановить события этой трагедии. Самолёт аэрофлота «Сухой Суперджет-100» вечером 5 мая выполнял рейс «Москва-Мурманск». И спустя 28 минут после полёта судно экстренно вернулось в аэропорт Шереметьево. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Перед возвращением в Шереметьево экипаж, со слов источника, опять же в Росавиации, он докладывал о проблемах со связью. Об этом писали многие информационные службы, в том числе «Ареа Новости». И вот на борту было 78 человек и в том числе 5 членов экипажа. Сообщение о возгорании поступило в 18.30. Пассажиры покидали горящий самолёт, покидали по аварийным трапам. И ликвидация открытого горения произошла в 18.48. То есть 18 минут тушили. Об этом сообщили в МЧС России. Также пассажиры снимали на видео начало пожара. На кадрах видно, снятых одним из пассажиров. Видно, как огонь охватил просто крыло самолёта. И слышно, как начинается в салоне паника. Люди кричат. Отдельные голоса призывают успокоиться, идти к аварийному выходу. Огнём была уничтожена половина воздушного судна. И Следственный кабинет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Но надо отметить ещё, когда мы готовили этот эфир, мы общались в том числе и с очевидцами трагедии, и с людьми, которые имеют какое-то отношение к авиации. И большинство из них отказалось комментировать случившееся, просто потому что это действительно тяжело. И это действительно тяжело и страшно. Но сегодня мы будем об этом говорить, в том числе и с нашими экспертами. Да, и у нас сейчас на прямой связи из Москвы независимый технический эксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день и добрый день всем радиослушателям. Ну вот в настоящее время, называется, несколько причин пожара на самолёте Шереметьево, опять же, не подтверждён, да, но также в экстренных службах сообщили о том, что к трагедии могла привести неисправность электрооборудования. Что вы можете сказать по поводу этому? Ну, смотрите, даже если принять во внимание, что самолёт ударила молния, вообще современные самолёты зачастую испытывают удары в полёте, когда находятся в полёте. И таких катастрофических последствий с электрооборудованием самолёта не происходит. Ну, в данном случае пилоты взяли на себя управление вручную. И что? Это стандартная ситуация, когда человек, не просто нажав на кнопку «Астопилот», а нормальным образом управляет самолётом, или для пилотов. Что послужило ещё, так скажем, фактором, который мог повлиять? Это тот вес топлива, который был неизрасходован. И пилот, кстати, мог его израсходовать, летая по определённому маршруту вокруг аэрохода. Ну, ладно, значит, командир принял решение садиться. Ну, а посадка, мы хорошо это видим, видно на видео, что сделано из рук он плохо. Самолёт настолько сильно ударился, что стойки основных шасси, которые находятся под крылом, они пробили не только баки кессоны, которые находятся в самом крыле, снизу, и топливо стало вытекать, но и пробили сверху, потому что прекрасно видно, что горят и верхние плоскости. То есть, как гвоздём доску, стойки пробили полностью насквозь на вылет баки. Ну, собственно, с этого и началась вся трагедия, из-за плохой посадки. То есть, шасси могли не выдержать нагрузки из-за полных баков? Правильно я вас понимаю? Они могут выдержать, если пилот садится, с учётом того, что у него баки полные. То есть, он делает определённые поправки. Раз машина более тяжёлая, значит, посадочная скорость должна быть чуть выше, чтобы подъёмная сила могла удерживать самолёт с определённой вертикальной скоростью посадки. В данном случае пилоты сами говорят, да у нас всё нормально, у нас всё по плану было, мы медленно заходили, скорость была небольшой. То есть, они даже после ЧП не понимают, что они сделали всё неправильно, что они не учли, что они садятся с большим топливом, и, соответственно, скорость должна быть чуть-чуть выше. Я имею в виду скорость горизонтальная. То есть, всё-таки... Самолёт удерживался, да. Можно говорить о том, что человеческий фактор, да, главная причина, собственно, вот этой трагедии. Да, потому что посадка вручную, когда вся механизация работает, на видео хорошо видно, когда самолёт уже начал гореть, ну и после пожара, что самый главный элемент механизации крыла, закрылки выпущены, то есть, самолёт был хорошо управляем. Тем более, он ещё два раза кружил в районе аэродрома, значит, он хорошо управлялся рулями направления, и двигатели, соответственно, тоже создали необходимую тягу, раз он мог сделать два оборота вокруг аэродрома. При посадке выпущены закрылки. То есть, всё шло в нормальной посадочной конфигурации. А вот как они опустились, вот это вот уже вопрос. И меня спрашивают некоторые СМИ, а почему он так вот заказлил? Ну, то есть, это такой уже жаргонный термин, когда самолёт с большой вертикальной скоростью ударяет колёсами шасси оба ПП, а потом подпрыгивает и опять ударяется. То есть, вот такое многократное подпрыгивание называется «козлинин». Почему? Если мы посмотрим внимательно на видео, то мы видим, что самолёт первый раз коснулся своими шасси в ППП, буквально через, ну, 100-200 метров мы видим здание терминала «Б», которое находится, ну, примерно в середине взлётно-посадочной полосы. То есть, пилоты, помимо того, что неправильно выбрали скорость захода на ВПП, они ещё и промахнулись с заходом на посадку. То есть, слишком поздно стали опускаться вниз. И им уже, может быть, могло не хватить длины выбега. Обычно, когда самолёт тяжёлый, ну, вы понимаете, он садится как можно раньше, буквально у самого начала ВПП, для того, чтобы выбег, когда он начнёт выбегать и останавливаться, чтобы ему хватило длины ВПП. Здесь они сели практически, ну, примерно, чуть ли не в середине полосы. И поэтому они заторопились и, соответственно, увеличили скорость опускания самолёта. Ну, и в итоге мы получили пробой стойками шасси баков. И после вот этого всё уже как бы трагедия началась. Спасибо. Спасибо вам, что вышли к нам на прямую связь. Незавидимый технический эксперт Юрий Антипов был с нами на прямой связи. Надо ещё отметить, что следствие рассматривает сейчас различные версии происходящего, среди которых есть и недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, которые проводили технический осмотр борта и неисправность воздушного судна, да, и также неблагоприятные метеоусловия. Об этом заявили в Следственном комитете России. Ну, в рамках нашего эфира мы также продолжим связываться с экспертами, специалистами и будем пытаться разобраться, что могло послужить причиной этой трагедии. Артём, что в социальных сетях, что там пишут, как реагируют пользователи, как комментируют? Ну, очень по-разному. В самом начале, когда только началась трагедия, появились первые сообщения, появились они очень быстро, буквально через несколько минут. В 18.38 уже первое видео в Твиттере появились. И сразу, вначале очень хвалили как раз-таки пилотов, которые смогли посадить этот самолёт, потому что по первому видео казалось, что он уже садится горящим, а не загорелся в результате посадки. Сейчас в основном, если кого-то и винят, то винят людей, которые хватали свои вещи, свой багаж и таким образом мешали задним рядам покинуть. Некоторые даже считают, что вот стират династвитов, если бы не это, всех бы спасли пожарные, потушили огонь очень быстро и работали оперативно, но нет, все хотят утащить свои сумки и жизнь в могилу. 6.7.2.12.93.9 и 6.7.2.13.93.9 Телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы тоже звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Также звоните из-за рубежа, код плюс 371, если вы слушаете нас в России. Может быть, среди наших слушателей есть очевидцы этой трагедии, тоже об этом нам сообщайте. Также пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Да, ну вот Артем начал говорить об этом и я, наверное, продолжу. Очевидцы действительно сообщали о том, что в момент возгорания часть людей не спешили к выходу, а так вот старательно доставали свои вещи и в итоге часть пассажиров, которые находились в хвосте горящего лайнера, они просто задохнулись. У них просто не было и времени, да и возможности для того, чтобы пробраться к выходу, так как вот впереди стоящие люди, которые пытались вытащить свои сумки, они занимали проход и чемоданами в частности и так далее. Ну вот, как только самолет первый раз неудачно ударился о взлетно-посадочную волос, пассажиры повыскакивали со своих мест, начали доставать чемоданы, которые падали в проход из-за нагромождения сумок. Эвакуация была затруднена, об этом сообщали и очевидцы, ну, в частности, вот информационный источник агентства Интерфакс говорил непосредственно об этом. Конечно, здесь нужно еще разбираться и многие, в частности, пользователи социальных сетей, Артем более подробно еще познакомит, но они призывали, скажем так, наказать тех, кто вот так доставал свои чемоданы и сумки, да, но многие, опять же, люди, которые уже успели оставить свои комментарии в соцсети, они призывают не винить их, так как ситуация действительно экстренная и сложная. Тут очень неоднозначно, на самом деле, многие, конечно, обвиняют людей с багажом, кто-то предлагает отдать их под суд даже, кто-то, наоборот, вспоминает себя в экстремальных ситуациях, говорит о том, что никто не знает, как бы он себя повел, и, конечно, очень просто об этом судить сейчас, не находясь в горячем самолете, но вот, например, в Фейсбуке появилось сообщение, как говорится, одного из пассажиров самолета, Олега Молчанова, и он как раз говорит о том, что люди с чемоданами это люди, сидящие в бизнес-классе, и эти сумки были небольшие, и никому не мешали. Это цитата. В общем, сообщения тоже есть разные, и до сих пор не ясно, насколько это было критично, эти люди. Действительно, на фотографиях, которые выкладывались вместо события, видно, что вещи, которые за собой несут люди, это не массивные чемоданы, это больше личные какие-то вещи, сумочки, может быть, рюкзаки, то есть не ясно, насколько это повлияло на количество жертв. Мне кажется, здесь еще важно осознавать, что не всегда пассажир осознает, в какой ситуации он находится, потому что я, например, общался с девушкой, которая садилась, приводнилась на пассажирском самолете, была аварийная посадка на воду, она даже не поняла, что они находятся в море, то есть не всегда ты понимаешь, что что-то действительно страшное, ну, точнее, ты когда видишь в иллюминатор огонь, наверное, уже приходит понимание, но осознание приходит не сразу, есть все-таки инстинкции, когда ты встаешь со своего места в самолете, ты интенсивно тянешься за вещами наверху, и психологи некоторые как раз считают, что проблема в том, что нельзя винить сразу людей за то, что они брали эти вещи, ну, возможно, их не предупредили, возможно, не было осознания того, что происходит, возможно, просто ты еще в этот момент не успеваешь понять, что это уже происходит, катастрофа, ну, то есть что-то происходит, что-то горит, ну, возможно, ну, как бы осознание каких-то таких вещей, но не сразу далеко. Да, но ты не можешь правильно расставить приоритеты, как минимум, в такой стрессовой ситуации, ну, заключение еще будут делать, наверное, психологи, эксперты, сейчас у нас на связи Константин Рангс, журналист. Да, который, кстати, участвовал в разборе и в расследовании нескольких авиакатастроф. Костя, здравствуй. Добрый день. Да, расскажи, что ты думаешь по поводу катастроф самолетов в Шереметьево, какие у тебя мысли? Ну, первое ощущение, конечно, такое, что сначала было, казалось, что, как уже отметил эксперт, молодцы пилоты, посадили горячий самолет, потому что первые видеозаписи, они показывали нам действительно пробегающий по полосе самолет, объятый платьями. Потом стало ясно, что посадка была сделана вот с этим козлением, то есть она была сделана грязно, как еще говорят. Но я хочу сказать, что вот тот опыт, с которым я, по несчастью, столкнулся в августе 1986 года, когда практически на наших глазах вертолет с нашими товарищами разбился, ушел в море у платформы Сахалинская, в Охотском море, показывает, что даже то, что тебе кажется, что ты видишь своими глазами, как очевидец, потом оказывается, ну, так скажем, ложной информацией. Вот это очень важный момент. То есть первый момент тебя захлестывают эмоции, а потом начинается вот эта кропотливая работа, когда понимаешь, что то, что тебе казалось, это действительно для тебя казалось. И ты не учитываешь того, что было за пределами твоего поля зрения. Вот мне кажется, что это очень важно сейчас, хотя это ужасно трагедия, но все-таки подождать результатов, нужно все-таки выяснить, что, почему самолет не полетел дальше, почему он оказался в грозе, почему этот самолет так садился, почему... Вот были варианты задымления в кабине пилота. Было задымление или нет? Почему пилоты не сбросили топливо? Сейчас вот есть сообщение о том, что в этом самолете нельзя выбросить топливо, сбросить топливо. Тогда возникает вопрос, почему нельзя сбросить топливо? Это конструктивно так сделано? И почему так сделано? Я уже нашел объяснение такое, что, дескать, против этого выступают экологи, чтобы не сбрасывать срочно топливо, керосин, так скажем, а то это вредит природе. Но я не знаю. Но я хочу сказать, что сейчас можно вот так вот по цепочке, нужно и так и будет, пройти по всем направлениям, и под конец вполне возможно, как уже было много раз в истории авиарции, выяснится, что вот этот триггер, спусковой крючок, который запустил всю эту цепочку событий, он может быть совершенно не относящийся ни к этому самолету, и даже ни к этим пилотам, которые пилотировали этот самолет. Или пилотировали, но там вот так просто сошлись обстоятельства. Поэтому пока, мне кажется, очень важным все-таки постараться взять себя в руки и подождать, когда появятся более, так скажем, взвешенные данные. Да, спасибо. Константин Ранск, журналист, который участвовал в расследовании нескольких авиационных катастроф, был с нами на прямой связи. Сейчас небольшой перерыв, затем вернемся и продолжим. Говорим о трагедии в аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки самолета Суперджет произошло возгорание, погиб 41 человек. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу Болтком онлайн. В студии работает Анна Смирнова. Меня зовут Вадим Родионов и Артем Липин с нами сегодня с обзором социальных сетей. Говорим о трагедии, которая произошла в аэропорту Шереметьево при посадке самолет Суперджет, сухой Суперджет загорелся, погиб 41 человек. Ну, вот как раз сегодня мы пытаемся разобраться в том, что произошло. Очень много эмоций вокруг этой истории, очень много комментариев, очень много, кстати, видеокадров, которые попали в социальные сети. И вот Артем как раз проводит обзор социальных сетей, то, что пишут пользователи, то, что они рассказывают. И мы, в свою очередь, также связываемся с экспертами, пытаемся услышать компетентное мнение о том, что произошло и как этого не допустить. Телефон на прямом эфире в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Звоните нам. Также пишите нам в WhatsApp 2306191. И сейчас у нас на прямой связи бывший вице-президент Нуковских авиалиний Сергей Исаков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, что произошло в Шереметьево? Можно ли сделать предварительные выводы, назвать причины трагедии? Ну, мне абсолютно понятно. И до расследования я занимался в 90-е годы, так сказать, руководил программой самолетов Ту-24, в том числе их сертификации, испытаниями и прочее, строительством, выводом на рынок. Значит, главная причина. Ну, я хочу высказать, конечно, сначала соболезнования, но это не пляска там на костях и горе. Но я об этом говорю не один год, а уже как минимум 10 лет о том, что этот самолет, он изначально неправильно, в нарушении всех правил авиастроения гражданского разрабатывался и строился. И виноват в этой трагедии, собственно, человек, который ввел в заблуждение руководства нашей страны и пролоббировал, будучи там на должности руководителя объединенной авиационной корпорации Михаил Асланович Погасян. И человек, который выдал ему сертификат летной годности Татьяна Григорьевна Анодина, председатель Межгосударственного авиационного комитета. Несмотря на то, что там присутствует слово государство, Межгосударственный авиационный комитет, на самом деле это частная структура, которая занимается выдачей сертификатов и расследованием потом летных происшествий. То есть она выдала сертификат летной годности на негодный самолет, негодный тип самолета, и она же сейчас ведет расследование, понимаете? То есть это главная причина. В чем нормы летной годности, значит, они определяются, значит, у нас этот действующий документ называется АП-25. сертификация летной техники. В мире существует три системы. ФАР американская, ДжАР европейская и наша АП-25. Наши самые жесткие. У нас помимо математических расчетов и компьютерного моделирования ситуации, все это, значит, проверяется натурными испытаниями. Вот. Попадание молнии, понимаете, это глупости. Так сказать, все самолеты попадают в дождь, снег, в грозу и так далее. Эти проблемы были решены еще 50 лет назад в гражданской авиации. Проблема в недостатках этого самолета конструктивных, которые заложены были при его проектировании. Поэтому трагедия, которая произошла, она, к сожалению, запланирована. Я не знаю, сколько должно еще суперджетов упасть, чтобы люди поняли, что с самолетом что-то не так. То, что видели мы все визуально, значит, при заходе на посадку. Что можно сказать тут? У самолета была очень высокая посадочная скорость. Примерно на 70, может быть, 80 километров выше, чем требуется при посадке для этого самолета. В чем причина? Значит, вышла система управления из строя. Вышла основная и резервная. Вышла. Чего вообще не должно быть в современных самолетах. Но факт есть факт. Самолет не управлялся, управлялся вручную. При заходе на посадку необходимо погасить скорость. Для этого убирается тяга двигателей. Тягу можно убрать не через бортовую систему, а так называемыми рудами, которые находятся. Это рычаг управления двигателем. То есть убирается тяга двигателей, соответственно, скорость падает и такой самолет должен садиться, ну, я точно не знаю, но этого класса самолетов садятся на скорости 240-250 километров в час. Это нормальная посадочная скорость для такого класса самолетов. Он садился со скоростью километров 300-320 в связи с тем, что такая скорость была высокопосадочная, поэтому он козланул. Соответственно, когда он отскочил от полосы и второй раз плюхнулся, скорость и нагрузка, плюс, так сказать, он не расходовал топливо, соответственно, либо стойка шасси пробила крыло, где находятся баки, и пошел керосин, и произошло возгорание, потому что двигатели работали до последнего момента. И вот этот зажженный керосин по всей полосе, это как раз результат работы двигателей. Более того, когда уже самолет остановился, закончил движение, двигатели продолжали работать, вот представляете, вот взять фен и на камин или на мангал дуть горячим воздухом, что будет? Будет разгораться пламя, так и здесь, двигатели работали до последнего момента, люди уже покидали самолет, а двигатели все еще работали, раздували, и поэтому это пламя, оно сожгло, как горелкой газовой кусок пластилина, поэтому а такого быть не должно, понимаете, такого быть не должно, чтобы все при сертификации самолетов, при летных испытаниях, вот у нас в летных сертификационных испытаниях по самолету Ту-24 задействовано было 7 бортов, которые летали каждый день, каждый день с утра до вечера, программа очень большая, и мы за 2 года только сумели получить этот сертификат, в наших авиационных правилах, вот эти АП-25, которые регулируют получение сертификата летной годности на тип самолета, там, понимаете, там тысячи и тысячи требований, в том числе, вот я участвовал в этих испытаниях, например, прерванный взлет, что произойдет с самолетом, если он при полной загрузке оторвется от полосы, взлетит, у него вырубятся двигатели, без двигателей, Boeing, Airbus, они это доказывают компьютерным моделированием, по нашим правилам нельзя так делать, по нашим правилам, вот мы загружали конкретно самолет, там 210 пассажиров в самолете до 24, вот на 210 кресел вместо пассажиров ставят мешки 50-килограммовые с песком, для летчиков-вспытателей специальные кресла устанавливаются, чтобы не было компрессионной травмы позвоночника, устанавливается аппаратура, которая определяет динамическую нагрузку, то есть не должно быть перегрузки больше 5G, то есть при жесткой посадке средний человек, не больной, со средним здоровьем, он может выдержать, так сказать, без ущерба здоровью существенного, значит, перегрузку 5G, разгоняется самолет в Жуковском, там 5,5 километров полоса, взлетает, на глазах усердивационной комиссии, отрывается от полосы, поднимается на 100 метров, выключаются двигатели, он плюхается, на полосу, примерно вот как на этом инциденте, понимаете, это все на глазах комиссии происходит, подходит комиссия, сначала первичный осмотр, прямо на полосе, стойки шасси, значит, не повредили, там, не пошло ли там трещин по центроплану, сделали первичный осмотр, значит, отбуксировали самолет в ангар, и там уже с лупами, так сказать, под микроскопами начали смотреть, так сказать, не клепротечек, обрывов трубопровода, не пошли ли трещины, там, крепления двигателя, там, через пилон, значит, на крыло, то есть это, это все, не говоря про систему пожаротушения, понимаете, это все прописано в наших правилах, мы не можем заставить, так сказать, вот, межгосударственный авиационный комитет заставить, значит, пройти эту сертификацию западного, самолета западного производства. Но Суперджет этого не проходил, как мы понимаем, ничего такого. А Суперджет, понимаете, никто не видел из нас, авиационных экспертов, сертификат летной годности этого самолета, это тайм на всеми печатями, он, видимо, где-то есть, вот, но никто его не видел, потому что сертификат можно выдать только проведя натурные испытания этого самолета, он бы не в состоянии, мы знаем качество и как разрабатывался этот самолет, он бы просто не прошел эти натурные испытания, поэтому, а учитывая, что у нас за сертификацию отвечает не государство, а во всем мире отвечает государство, понимаете, во всех авиационных державах, а у нас отвечает Межгосударственный авиационный комитет, который, по сути, является частной лавочкой, понимаете, и расследует, так сказать, формально расследует это Следственный комитет, а реально работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета, поэтому, когда падает западный самолет западного производства, они всегда говорят, значит, летчик дурак, пилоты виноваты, а техника соответствует, ведь там, болячки есть у разных самолетов, например, у Боинга 737, у аэробуса 320, так сказать, есть такие болячки, вот, а суперджет, это вот сплошные болезни, это просто больной самолет, большинство экспертов сейчас призвали закрыть небо для суперджетов, в Росавиации также сообщили, что, наверное, это предварительно, об этом преждевременно, насколько это возможно, что небо могут закрыть для суперджетов? Да подождите, вы понимаете, выкатился самолет два года назад или три, Ту-24 во Внуково, он выкатился с полосы, никто не погиб, но выкатился с полосы, и там разрушения продошлись, тут же останавливаются, если это российский самолет, российский самолет, с ним что-то происходит, останавливают тут же эксплуатацию всего типа самолетов до расследования комиссии, но суперджет, это не российский самолет, понимаете, суперджет, это там российского только Титана, Погасян, поэтому, соответственно, Межгосударственный авиационный комитет в лице Анодина будет покрывать Погасяна, понимаете, они сейчас будут сваливать это все на летчиков, что там неправильно, так сказать, сажали, почему он козланул, что там непонятно, для любого авиационного человека понятно, высокая посадочная скорость, а почему она высокая посадочная, да потому что руды, которые должны вручную, ну это вы как на машине едете, и у вас газ заклинил, понимаете, они не убирались, поэтому он садился в тех условиях, которые у него были, понимаете, то есть скорость-то, посмотрите, там какая огромная была, в районе 300 километров, это слишком высокая скорость, опасная для такого самолета, но другого варианта у командира не было, поэтому он принял такое решение. Спасибо вам большое, Сергей Исаков был с нами, в прошлом вице-президент внуковских авиалиний, один из разработчиков самолета Су-204, вот такой эмоциональный комментарий, но подтверденный, в общем-то, опытом нашего эксперта. Мы продолжим принимать экспертов, Артем, что в соцсетях, что там, как там развиваются события? Ну вот именно по поводу безопасности или наоборот опасности Суперджета мнения сильно расходятся, и это очень любопытно, потому что в восточной части комментариев, русскоязычных комментариев, Суперджет действительно ругают, говорят, что сразу видно, вот не нужно быть гением уровня Туполева или Ильюшина, чтобы не видеть элементарных вещей, когда двигатели самолета висят ниже уровня фюзеляжа под брюхом, то рано или поздно это придет с жутким последствием. Так пишут в русскоязычных комментариях, а в западных комментариях, вспоминая недавнюю трагедию Боинга 737, которую упомянул тоже уважаемый эксперт, трагедию в Индонезии, как раз пишут о том, что многие чиновники Боинг знали об этих проблемах, но до сих пор нет отставок, до сих пор нет никаких-то ответственных лиц за это, и как раз в англоязычных комментариях пишут о том, что Суперджетом таких проблем раньше не было, вот, поэтому очень такая действительно разная позиция, и видимо, кто находится ближе к катастрофе, тому кажется, что больше виноват самолет вот тот. восприятие разное. Да. Да, мы говорим сегодня о катастрофе с самолетом Сухой Суперджет-100, она произошла в воскресенье вечером, я напомню, что лайнер, он следовал из Москвы в Мурманск, и после 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт Москвы, в аэропорт Череметьево, при жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели, потом огонь перекинулся на хвост воздушного судна. Сегодня мы говорим об этом с нашими экспертами, но вы, уважаемые радиослушатели, также можете подключаться к нам 672-12-93-9, 672-13-93-9, может быть, у вас был опыт, такой печальный опыт, в том смысле, что вам приходилось быть на борту самолета, который совершал какую-то экстренную посадку, также звоните нам и пишите в WhatsApp 230-6191. Также можно оставлять свои комментарии в Фейсбуке, в социальных сетях, мы проводим сегодня как раз анализ социальных сетей, этим занимается Артем Липин у нас, и также мы пытаемся сейчас связаться с экспертом, у нас на прямой связи заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин, Вадим Валерьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Да, Вадим Валерьевич, сейчас эксперты рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск, что сейчас можно сказать о трагедии? Ну что, сейчас я слышал, там рассматривают и то, что моторы не выключили, и то, что бристера открывали, но это уже следствие, понимаете, они обязаны, конечно, были выключить моторы, поскольку моторы все равно нагнетают очень большое давление и распыляют, по сути дела, этот керосин, который растекается. Когда вы открываете в листера, естественно, не каждый, наверное, у кого есть дача, понимает, как печка топится, где кислород, туда дым и идет. Вот, естественно, конечно, пока самолет рулил, надо было выключить, ну, по полосе катился, выключить моторы, чтобы перестать давлением впрыскивать, да, керосина, естественно, не надо было открывать, поскольку дым пока по инерции в пласте был. А потом уже, когда на стоянке, естественно, надо было уже это открывать. Но, опять же, это не причина, это следствие. Причина, мы видели грубую посадку, надо понять причину этой грубой посадки, почему. От этой посадки сломались стойки шасси, они пробили, повредили баки сопривные, то есть крылья, а в крыльях у нас баки сопривные. Вот, в принципе, надо изучать вот причину, почему такая была грубая посадка. Либо это кучевая обученность, а кучевая обученность это облака вертикального развития, там, где потоки идут, вертикальность, снизу вверх и сверху вниз. То есть, либо, ну, это называется в авиации, взвык ветра. Вот, и тогда действительно самолет бросает вниз и с нерасчетными перегрузками, естественно, он разрушается. Вот то, что мы видели. Вадим Валерьевич, на сколько от пилотов зависит жизнь тех, кто находится в салоне? На сто процентов от пилотов. На сто процентов. И от кабинного экипажа, и от пилотов. От кабинного это секунды, они должны их умножать, да, на жизнь. Вот, и от пилотов сделать так, чтобы не распространялся, ну, в данном случае, огонь и при пожаре. Ну, вот, Сергей Исааков... Ну, уже несколько... Да. Да, мы вас слушаем. Ну, несколько ошибок я уже заметил, да. Ну, вот, Сергей Исааков, один из разработчиков самолета Су-204 и бывший вице-президент Нуковских авиалиний, который до вас выступал в нашем эфире, он сказал, что проблема в самом самолете Суперджет-100, потому что он не доработан, не проработан, он достаточно небезопасный самолет. Вот как вы оцениваете этот самолет? Значит, самолет я оцениваю положительно. В среднем единство я бы передал привет нашим лучшим друзьям-французам, которые придумали такой великолепный в кавычках двигатель, которые обещали на 8 тысяч часов ресурсы, а на самом деле на 2 тысячи часов. Четыре раза меньше. Поэтому, естественно, все самолеты летают... Ну, вот, Пулково даже были, Ангажан-148 летали по 16 часов в сутки. Вот. А так обычно где-то в 6 часов в сутки в среднем, да, там 6-8 часов. Этот самолет летает 3 часа. Но не потому, что он плохой, а потому, что нет числений, нет рассудных материалов. Вот еще несколько моментов, которые хотелось, чтобы вы объяснили. Как раз указывают, что Суперджет не оснащен системой сброса топлива. Это первый момент, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. И второй, что пилоты обычно при экстремальных посадках, насколько мы знаем, они сбрасывают топливо, делают круги для того, чтобы, в общем-то, топливо, да, израсходовать. В этом случае, как мы понимаем, байки были полными. Вот как можете это прокомментировать? Прокомментирую следующим образом. Дальние магистральные самолеты обязательно должны быть оснащены сливом топлива, потому что максимальная взлетная масса, максимальная посадочная масса у них очень отличается. И кто взлетел с полной массой, ни в коем случае никакой опыт пилота не поможет его в эту же секунду посадить. Он просто упадет. Это дальний магистральный, потому что они ходят на 12 часов и закачиваются топливом столько. А ближние и средние магистральные у них совпадает и взлетно-посадочная масса, и взлетно-посадочная масса, максимальная взлетно-посадочная масса. Поэтому там, ну, где предусматривают, где не предусматривают. Любое какое-то дополнительное в самолете, да, это увеличивает его вес, да, какая-нибудь там чишечка. Вот. Ну, поэтому на этих самолетах решили не делать. Они, в принципе, ну, у него подходил вес, он был просто очень максимальный, он максимальный, конечно. То есть, вот именно предельный вес, он не превышал за пределы, не уходил за пределы. То есть, он совершал посадку, он мог, соответственно, с такими баками идти на посадку? Но, только же, только, вот, он первый же круг сделал, да, потому что я так посмотрел, сначала думал, что он просто перетянул четвертый разворот. Вот. А потом понял, что ему просто не хватает высоты для того, чтобы снизиться. Потом ушел на круг, да, и все равно ему не хватило высоты. И все равно он, ну, похоже, видимо, это мои домысли, с высокой глиссады выходил, потому что была посадка с перелетом, то есть, на середину полосы, то есть, он где-то уже выхватил. 1200-1500 метров, он пролетел уже над полосой. Вадим Валерьевич, а там нужно было по логой глиссаде, по нормальной глиссаде, чтобы дальний привод проходили на высоте, ну, условно говоря, 200 метров, ближний на расстое 60 метров, вот тогда вот эта вот глиссада, да, тогда она безопасная для вот этой посадки. Да, 18 минут тушили самолет. Вадим Валерьевич, это много? Ну, это средненькое, это среднее. Я участвовал в таких вот, ну, в тушениях, там, в пожарах самих. Ну, вообще, самолет горит 30 минут, конечно, до полного сгорания. Но вот считайте, 18 минут как раз и есть, вот то, что мы видели, картинка самолета. Да, спасибо, заслуженный пилот России, летчик-испытатель. Вадим Базыкин был с нами на прямой связи сейчас. Мы попросим нашего звукорежиссера сразу поставить комментарий. Министр сообщения Латвии Талис Линкальдс, вот что он сказал нам по поводу этой трагедии. Прежде всего, я хотел бы выразить глубокое соболезнование родственникам и друзьям, погибших в этой авиакатастрофе. Будет произведено очень четкое, по-моему, расследование. Что касается Лишкова аэропорта, это он готов к таким происшествиям, ведется и тренировки разных случаев. И я думаю, что мы хорошо подготовлены к разным таким нестандартным ситуациям. Что касается самого типа самолета, то да, он не самой лучшей репутацией пользуется. мы видим, что в западных так называемых западных авиакомпаниях сухой суперчат не используется. По разным причинам, не только просто насчет техники, но и обслуживания, и запчатей, и так далее, где есть разные проблемы. Это было одними из причин, насколько я знаю, почему Эплотик в конце концов решил не закупать конкретный тип самолета. Да, это был комментарий министра сообщения Латвии Талиса Лынкотца. Ну вот, Артем, что в социальных сетях, если коротко подвести итог? Если очень коротко, то как раз предыдущий эксперт наш Вадим Базыкин говорил о том, что зависит жизнь от экипажа и от проводников, и если про экипаж мы не можем следить, так как не являемся профессионалами, то про бортпроводников очень много сейчас пишут в соцсетях, много положительного, в частности, о Максим Моисееве, который погиб, спасая людей, как сообщается, и говорится и о том, что он герой, и о том, что очень жаль, что он погиб так трагически, и в целом в соцсетях видна такая волна просьб внимательнее слушать бортпроводников, относиться положительнее и не воспринимать их как прислугу, а скорее как людей, которые могут спасти вашу жизнь. Да, Максиме Моисееве говорят, бортпроводник, ему было всего 22 года, он отработал всего лишь год бортпроводником, спасал он людей с горящего самолета до последней минуты и, собственно, ценой собственной жизни. И он успел отправить сообщение своей невесте, которая также стюардесса, последнее сообщение написал, я люблю тебя, так рассказал его близкий друг Александр, у них как раз с невестой была такая традиция перед вылетом писать. Я тебя люблю признаваться в любви, он ей, она ему, и в этот раз также Максим традицию не нарушил. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Болтком онлайн». Мы говорили о трагедии самолета «Сухой Суперджет» в аэропорту «Шереметьево». В студии работы Леона Смирнова. Да, Вадим Родионов, Артём Липин и звукорежиссёр Родион Золотарёв. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго и до свидания.